Так вот, я к чему это говорю? Вот у этой мафии задача сдержать потребление людьми материальных благ, процесс потребления людьми материальных благ. И им эта демократия как кость в горле. Более того, они в нашей стране, вот вся эта перестройка, они никакой демократии не хотели установить. Они делали прививку и воспитание ненависти, чтобы народ, вот это все переварив, вышел, почему сейчас вот Зюгановцы опять держатся и так далее, в пределе, запросил жесткой руки. И идеал у этой мафии, вот это тоже сейчас будет немножко очень, может быть, дико, но это так, идеал у них индийский фашизм. Почему? Потому что самый жесткий фашизм, где? В Индии. Там жесткая кастовая система. Брахманы, Кшатрии, Витязи, Шудра. И там маленький человек, который сидит на обочине дороги, скручив ножки, он даже не мечтает стать слесарем. То есть там каждый сверчок знает свой шесток. И эти индийские фильмы только там, Харио, это очень красиво звучит. А на самом-то деле жесткая кастовая система. И она очень удобна, чтобы люди не возникали, вы понимаете? Поэтому у нас они делают, кстати, школы для быдла, общеобразовательной, для элиты, но тоже элита. Ведь за деньги, получается, чего? Покупают дипломы, там, знаете, да, то есть знаний не там, нет, не там. Идет деградация. То есть попытка вот создать эту толпоэлитарную модель. Теперь вот памятуя об этом, значит, надо, чтобы им что? Народ захотел этой жесткой руки. Вот на этот фашизм работает вся система международного терроризма. То есть сейчас взрывы, которые делаются руками бездумных исламистов, в том числе, они подвигают народ к чему? Вот если взрывы, смотрите, Испания, Франция, Германия, Штаты, в Южной Америке, в Индонезии, да, в Малайзии, в России, в Ираке, то есть получается по всему миру. А вывод очень простой. Дом рядом взорвали, жилой, и ты думаешь, ну мой-то не взорвите. Значит, люди хотят, что наведите порядок. То есть сами захотят Бенита Адольфовича Пиночета. Ухватили? Вот в чем фокус. Вся система международного терроризма подводит, готовит человечество к восприятию жесткого фашистского режима. В том числе и у нас. Вот теперь, зная это, возвращаемся к Путину. Какая участь? То есть к 2000 году в стране был полный аут. То есть вот, ну, если вспомните, все. Что делает Ельцин? Он шаг в сторону и говорит, Владимир Владимирович, помните эту ужасную сцену в Кремле, когда она так, ручки. Значит, я вам, поймаешь, доверяю. Вот. И Владимир Владимирович становится. Почему он? Маленький, незаметный, серый, исполнительный, своей команды нет. Скромный, трудолюбивый. Поставим. Он нам под контролем. Наверняка, прежде чем поставить, его заморали. Причем, прежде чем его поставить, помните, испытывали и Примакова, и Степашина, и Кириенко. Остановились на нем. Вот. И Путину участь-то была какая? При нем, при Путине, должен был наступить полный облом. То есть, должны гореть Останкинские башни, взрываться подземные переходы, гибнуть подводные лодки Курск, взрываться жилые дома. Теперь думайте, кто это делал. И Березовского, вспоминайте, Чечня и так далее. А Березовский ставленник семьи. И в народе должна была быть создана такая атмосфера, когда народ говорит, спаситель, ну приди же ты и наведи порядок в стране от этого бардака и беспредела. Кто у нас спасатель? Сергей Кожиедович Шойгу. И никто не знает, что Сергей Кожиедович родственник семьи, что ему было доверено самое хлебное министерство. Вы представляете, если вот туда вставить всего лишь одно слово. Министерство по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Разница есть? Или по ликвидации. Представляете, какие страшные бабки отмываются на несчастье людей. У него своя система командных пунктов, своя авиация и даже, как оказалось, свой спецназ. Ну это в газетах писали у Сергея Кожиедовича. И самый главный идеал у него, как бы жизненный идеал, барон Унгерн, один из основоположников русского фашизма. Под него, вспоминаем начало вводной лекции, была создана партия. Какая? Единство. Помните? Партия семьи, партия Лужкова, партия Шаймиева. Семья, клан, мафия, семья Ельцина, партия Единство. Лидер Шойгу. Забыли? Забыли. Смотрю. Вторая партия Лужкова, отечество, лидер сам, да? Третья партия Шаймиев. Помните там? Вот вам клановая система, выразитель интереса. Вот. И это все было в нашей газете опубликовано, значит, еще два года назад, и доведено в том числе Путину. А Путин их всех переиграл в этом смысле. Значит, почему? Потому что у него есть конспект, вот концепция общественной безопасности, и он знает методы и способы глобальной политики. Поэтому вот эта вот система на вывод нашей страны, на жесткий фашистский режим, она не удалась. И сейчас идет борьба. Эти кланы-то есть? Есть. Вот сейчас Лужков подминает эти кланы. Все региональные, фактически он подмял кланы. И сейчас противостояние между двух кланов. Между кланом семьи Ельцина и семья Лужкова у нас в стране. Вот они являются фактически, все народное хозяйство у них. А как их вот убрать? И с этой точки зрения в стране какие проблемы? И у Путина в том числе. Такие же, как у Сталина. Весь управленческий корпус Сталину достался какой? Троцкийский. То есть Ленинская гвардия вся была. Какая? На базе еврейства. Помните, она была? Все комиссары в этих, в кожаных тужурках, все-все они были тогда. И сейчас то же самое. Чувствуете опять, вот никуда не денешься. То есть есть вешки, которые никак не обойдешь. Вот. То есть весь управленческий корпус-то Ельцинский. Ельцинская гвардия. Но у них, вот у евреев, есть, значит, особенность. Пока они идут к власти, что-то добиваются, они сплоченные. Как они пришли, они начинают между собой ругаться. И как при Сталине это было, на него все списывают. А там было как? Противостояние двух кланов. С одной стороны был Троцкий, а с другой стороны Каменев-Зиновьев. Если вы возьмете газеты того времени, вот, 20-х годов, то там все время дискуссия между ними шла. Все время они ругались, как вести, по какому пути, и кто где какие места займет. И они друг друга мочили, в том числе закладывали. В прямом смысле, если взять списки начальников ГУЛАГов, кто был? Все евреи, начальники ГУЛАГов. И если взять вот в литературной газете, вот я запамятовал, значит, один из еврей в Израиле, его посадили на несколько лет в тюрьму, потому что он раскрыл сговор руководства Израиля с арабами. Вот то, что я вам отчитывал, он, значит, как раз описал... А Викдор Эскин, вот его фамилия, в литературной газете можно найти. Вот он описал, что как не стыдно евреям, которые, так сказать, все это дело способствовали развитию вот этой самой безнравственной демократии в России. А его за разоблачение, его осудили, он в тюрьме сидел. Вот в тюрьме он написал эту статью, в частности, которую опубликовала литературная газета. То есть евреи в этом смысле инструмент. И сейчас они тоже, смотрите, дерутся между собой. Кто? Они же. То есть что и предусматривалось Гарвардским проектом? Они уничтожают друг друга, выполняют планы мирового закулисья. То же самое было и при Сталине. А Сталин он хозяином в стране не был. Он стал подлинным хозяевом только фактически в середине войны. Потому что весь управленческий корпус был. А теории не было, была теория марксизма. Значит, если проводить исторические параллели, вот сейчас многие же, вот Путин там, Путин. А что Путин он может сделать? Вот давайте скажем, все управленцы, все же ставленники Ельцина, а как их снять? Главный преступник разрушайло. Ну вы же знаете, так сказать, министр внутренних дел, вся эта МВД коррумпирована. Так он, чтобы его снять на повышение, потом еще раз на повышение, там увел и так далее. Ну хорошо, он убрал его. А весь аппарат-то тоже, его же сразу в одночасье не изменишь. Герасченко, откровенный ставленник мирового закулисья. Вы знаете, Центробанк не подчинен. Не правительству, это частная контора, вот хочу печатаю деньги, хочу нет. И этот Центробанк замкнут чисто на финансовую мафию. Он говорит, надо Центробанк подчинить правительству и президенту. Герасченко говорит, фиг тебе. Он снимает Герасченко. Герасченко подает на него в суд. Но ведь аппарат-то весь Герасченковский в Центробанке. То есть его за две минуты не заменишь? То есть управленческий корпус, он не подчинен, его надо сформировать. И второе, что народ ничего не понимает, что происходит в стране. Нас с точки зрения, значит, вот этой агрессии поделили на партии, все движения, все бьются за народное счастье. На выходе, смотрите, аграрная партия за крестьян. И РКРП Тюлькин за рабочих. Движение в поддержку армии скулит. Народ, спаси армию. А народ отвечает, а ты что нас не спасла? Христиане за христиан православных. Мусульмане за мусульман. Все борются за народное счастье. В результате этой борьбы что мы имеем? Село разрушено. Рабочие без работы и без зарплаты. Армия разгромлена без войны. А православные успешно воюют с правоверными. Но все партии борются с народное счастье. Вот вам принцип реализации принципа разделяй, стравливай, властвуй. Вот вам. И эти партии, они не понимают. В первую очередь их вождей. Что они выполняют. Вот этот гарвардский проект. Вот как к ним? Выходишь, объясняешь. Ну вы что, не понимаете что ли? Нет, не хотят. Каждый суслик агроном. То есть вот я свое стадо пасу и все. Мне значит больше ничего не надо. Вот. Я это для чего так рассказал по нынешней буквально обстановке в стране. Значит. Поэтому у Путина две проблемы. Первый управленческий корпус не его. И народ ничего не понимает. Поэтому вот наша партия-то. Она как раз у нее в программе две таких задачи. Первая. Подготовка управленческого корпуса. И людям открыть глаза, чтобы они понимали на происходящее. Потому что задурили. Более того, вот смотрите, как они хитро делают. Вот этот лозунг. Без структурного управления, между прочим. Русские. Не занимайтесь политикой. Политика это грязное дело. Грязное. Вы не ходите в нее. Мы будем заниматься этим грязным делом вместо вас. Ну неужели это не очевидно? И наши русские лохи. И а вне политики. Как этот Паша Грачев придурок. Вот. Ну и чего. Армия. Как это может быть вне политики? Ну глупость же самая настоящая. Поле много. Тикос интересов. Политикос. И если у тебя хотя бы два интереса есть. Это уже много. Поэтому если ты вне политики, значит у тебя одна извилина в мозгу. Потому что две это уже много. Нельзя быть вне политики. Но вот это навязывают и вот они ходят. А это политика. Ну что вот. Поэтому имеем. Кстати это один из инструментов холодной войны. И когда самое главное в этой холодной войне добиться чего? Чтобы опустили руки и не сопротивлялись. И поэтому весь негатив нам правду говорят. Вот по телевизору все беды, страдания, все рассказывают. Но смотрит человек на эту правду. И у него чего? Руки. А все. Стакан. Россия пропала. А им только этого и надо. Вне политики. Сложите крылышки. Не сопротивляйтесь. Все. На России можно ставить крест. Вот какая хитрость.